Сегодня, 22 февраля 2022 году, законопроект поступают Владимир Андреевский и Эльвина Науриц. Я сделал Альбине предложение в июле. И с того момента мы начали думать, когда. Примерно когда мы решились идти в ЗАГС регистрировать дату бракосочетания, мы смотрели, какие красивые даты вообще доступны. Мы на самом деле не надеялись, что в этот день будет свободное время, но так оказалось, что последнее время как раз оказалось свободным, нам повезло, и мы выбрали эту зеркальную дату. Записаться было совсем нетрудно. Мы пришли и буквально за 15 минут выбрали время и возможность. У меня друзья регистрировали бракосочетания тоже в зеркальную дату, и им пришлось вставать в первый возможный день прямо в очередь во время открытия ЗАГСа, чтобы попасть в необходимое время. Нам просто повезло, что время было свободно в этот день. Я агностик и привык верить фактам и доказательным базам, но хочется верить, что что-то магическое в этом числе есть. На самом деле я, наверное, тоже не очень верю. У тебя вторники. Вторники магические. Все важные события происходят по вторникам. И сегодня как раз вторник. Из года в год эти числа очень разные. И эти числа все-таки люди сами выбирают. И в этом году действительно получилось так, что 2 февраля, 22 февраля, 22 июля такие значимые дни для людей, наверное. И я все-таки верю в то, что брак и люди вместе живут, они все-таки свои чувства, свое поведение, уважение друг к другу. Но все-таки если в Таллиннском ЗАГСе в течение года заключают в среднем 2,5 тысячи брака, то расторжение брака, оно чуть меньше половины получается. И очень здорово, что в Эстонии очень крепкие семьи. И надо продолжать в том же духе. Сегодня магическая цифра, как считают нумерологи, 22-е, 02-е, 2022-е. И поэтому считается, что брак, который заключается вот в такие зеркальные даты, он считается наиболее крепким и счастливым. Но это с одной стороны. С другой стороны, сами пары говорят, что просто очень удобно запомнить дату свадьбы. И тогда у вас не будет сложностей с невестой или с женой, что она скажет, что ты не забыл, дорогой, что у нас сегодня дата свадьбы. Кстати, такой же ажиотаж наблюдался 8.08.2008. Я тогда провел сразу две свадьбы. Именно 8 августа 2008 года. Было большое количество звонков и писем насчет даты сегодняшнего дня, 22 февраля. Но поскольку эта дата выпадает на рабочий день, то в итоге все-таки сегодня у меня нет ни одной свадьбы. И некоторые пары сказали, что они сегодня зарегистрируются, но чуть позже сделают уже хороший свадебный банкет. И не надо забывать, что по-прежнему действуют еще ограничения, связанные с пандемией. Ведь все рестораны сегодня работают до 23.00. И, кстати, требуется обязательный не ПЦР-тест, но COVID-сертификат, который, к сожалению, не у многих сейчас есть. Суеверные, конечно, суеверные. Надо во что-то верить в этой жизни. И вот мы в эту дату и поверили. Думаю, что она для нас будет счастливая. Я думаю, что если мы выбрали такую дату, наверное, верим все-таки. Беспроста. Да. И будем, что эта дата нам принесет счастье в нашей жизни. И будет у нас хорошо. Будем жить. Будем жить, да. Не вечно, но любить точно. Я скажу так, когда мы пришли подавать заявление в ЗАГС, оставалось два времени на эту дату. Но мы где-то за полтора месяца подали заявление на эту дату. Так что я такого большого жата же не видела.